Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна и у нас с вами Мукбанк. У меня сегодня вообще все очень вкусно, как обычно. И просто салат овощной, домашние огурцы, помидоры, лук, жареная картошка и яйцо. Ну вот не знаю, яйцо я уже буду или нет, что-то я пока жарила, нахваталась, вот дурная привычка у меня. Ну, так есть. Картошка, кстати, тоже домашняя, с маминого огорода. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита! Давайте трапезничать вместе. Немножечко уже обмякла, потому что, ну, всегда, пока соберешься, снимай, пока туда-сюда. Вкусно! Салат я заправила маслом. Я люблю, когда помидорки сок дают. А еще у меня дома нет ни майонеза, ни сметаны. Надо будет это, идти закупаться. Ммм, здесь еще редиска. Тоже домашняя. У нас жарища, духотища. 30 с лишним. Ну, я рада. Потому что давно у нас такого лета хорошего не было, я уже это говорила сто раз. Сейчас жара чешусь пойдет, пойдем гулять. Ну, мы стараемся выходить. Часиков семь. Чай. Мой любимый с черносливом. Бывает пол седьмого и гуляем где-нибудь до пол десятого. Так что вот, с этой водой, с горячей эпопеей. Я вот в прошлом у банки вам рассказывала, что должны были дать. Вечером не дали. И продлили нам еще на два дня, что мы будем без воды. Зашибись. Это уже даже смешно. Я не стала сильно зажаривать. Есть у меня некоторые карташинки. Которые не до конца прожарились. Но я уже рассказывала, что я так люблю. Когда картошечка бывает, ну, чуть-чуть не доготовленная, такая как бы сыроватая. У меня, короче, укусила какая-то свинота. За ногу. Вот тут, где шиколотка. Только не сзади, а вот здесь вот спереди. Ну, вот и края идет и ниже, в общем, понимаете, да? Я думаю, что у меня так чешется. Чешется с вечера, чесалась. Я что-то внимания не обратила. Утром встала, тоже чешется. Я еще давай чесать, расчесала. У меня все красное. Думаю, ну, наверное, от того, что я расчесала. А потом, нога, короче, раздувается и раздувается. Знаете, как бутылка раздулась. Все покраснело. Я намазала финистилом. Главное, никакой не точечки от укуса ничего нет. Она все равно чешется. Давай еще чесать. Не удержалась, короче, расчесала еще. Завтра расчесала. Что, видимо, где вот в этом месте укуса все-таки. У меня тут начала водичка вытекать, такая желтого цвета. Но это не к столу, это, скорее всего, к ной был. Я привязала лево-миколь на ночь. Сейчас алоэ привязывала, но это трэш. Это так кусаются, скорее всего, мошки. У меня уже такое было. Это капец. Ну, у меня такое было давным-давно. Что-то прям вот так. Они, оказывается, мошки прям выгрызают у вас этот кусок, короче говоря. Все вообще жесть, короче. Нога еще нам сейчас разбинтовала. Все красное вокруг вообще. Ну, отек есть, но он уже не такой сильный. Вообще кошмар. Страшное дело, конечно говоря. Эти укусы. Ну, а видите, у меня шарики. Сейчас ходили. У нас, этот, агро-выставка открылась. Агро-выставка 2021. Здесь рядом, где я живу. Ну, кто в Челябинске знает, ледовый арен-трактор. У нас постоянно эти выставки проходят. Ну, типа, там, знаете, рассаду. Всякую продают там саженцы. Вот это вот все. Техника стоит. Ну, здесь вот всякие уборочные там трактора. Есть такой. Животные там, потом, значит, всякие павильончики, типа, куры там, колбасы, мясо, мед. Продают всякие поделки. Вот такие вот, типа, валенки. Шашлычки жарят, всякие конкурсы проводят. И там вот раздают шарики. Вот здесь вот здоровая ферма нам выдали. Потом артезианская вода. Тут тоже что-то не знаю. Ну, детям дают. И там напитки дают. Там бесплатно раздают какие-то газировки. Ну, вот она три дня будет. Ну, мы постоянно ходим, когда приезжают. Ну, значит, покупаем там сыры, сало покупали. Ну, а детям, естественно, интересно, где вот эти вот животные там. Кого мы сегодня видели? Там коровы разные, лошади, козы. Кто еще? Ослы там, пони, гуси. Или вот сегодня кролики такие, сегодня крупные были. И там такая интересная коза была. Я таких ни разу не видела. Забыла, как порода называется там. То есть таблички висят. Какая порода. Какая кличка, ну, как зовут животное. И сколько ему лет. То есть когда он родился. Какой возраст. И такие вот. Эта коза такая интересная была. У меня вот такие вот уши прям висели. Знаете, как носки. Такой нос, она коричневого цвета. Знаете, на какую-то антилопу похожую. Я ни разу не видела таких козочек. Сколько вот уже привозили. Я не видела их. Так, короче, отвлеклась. Телефон. Про козочек, да, я рассказывала. А что я таких не видела. Вообще прикольные. И так жалко. Они стоят. Им жарко. Вот представляете, 33 градуса. Солнце шпарит. Мы вот с него ходили. Где-то в полпятого мы ходили. Вот сейчас пришли, покушали. Покушаем и пойдем. Опять. Блин. Им вот прям вообще. А лошадки какие красивые. Там две. Один конь и одна лошадь. Такая серая. Ну, вблизи на них смотришь, они, конечно, такие большие. Ну, там прям серая такая дымчатая или пепельная, как сказать. Такие они классные, конечно. Но так их жалко. А маленькая... Маленькая козочка еще была. Она прям с козлятками. Ну, с такими малюсенькими. Ммм, хорошенькие. А быки? Блин, быки. Там два быка было. Они такие здоровые. Они так прям вот... Коровы реально. Даже чисто внешне отличаются от быков. Мне кажется, они такие злые. Ну, они, конечно, в загонах каких-то там стоят. Но, знаете, мне кажется, их может быть чем-то колят, успокоительные какие-нибудь. Или, не знаю, поят чем-нибудь. Не может, мне кажется, животное вот так вот целый день на такой жаре стоять. Вот это люди постоянно ходят, фоткают, смотрят, что-то говорят. А они вообще практически не реагируют. Мне кажется, их чем-то, наверное, очень жалко. Очень жалко. Прям жалко животным. Поэтому я не очень люблю всякие зоопарки. Мне жалко их. Конечно, я понимаю, детям интересно посмотреть. Берные животные. Ну, они с каких-то там фермах тоже как на выставку привозят, показывают. Там быкосеменитель, козелосеменитель. А с лицей Машей была прикольная такая. Вот она самая такая контактировала с детками. Высунит головку свою. Мальчика за футболку схватила, потянула. Вообще, конечно, интересно смотреть на них, но очень жалко. Даже верблюда притараканили. Но верблюд, он это, ну, типа, как аттракцион, катает детей за деньги. Вот Таври, эта фирма, есть мясо, там колбаса у нас, всякие сосиски, такое все. Всякие конкурсы там проводили. Для детей. Давали детям мини-сосиски в тесте бесплатно до 12 лет. Я его у меня не стала брать. Ну, она 3 дня будет, мы еще пойдем. Может, что-нибудь купим с мужем. Пойдем уже вместе. Телефон, я сейчас звоню. Слушай, как задолбали эти незнакомые номера. Вот реально, откуда, кто сливает нас, куда. Я не беру незнакомые номера вообще. От слова совсем. Я потом смотрю в Яндексе что там. Кто это. И чаще всего это, знаете, какие-то вот эти вот всякие рекламы, банки. Всякие мошенники. Задолбали. Редко бывает, что я пропускаю нужный звонок, потому что, ну, там некогда курьеры приезжают, но они тоже с номеров бывают, с незнакомых могут позвонить. Но чаще всего это вот всякая вот фигня. Одно время этот Ростелеком меня задолбал. Причем они каждый час тебе этот звонок делают. Я заношу в черный список, естественно, сразу же. Они бывают вот час, ровно через час еще раз дезвон делают, потом еще раз. Но это, видимо, автомат какой-то работает. Вот частенько в последнее время мне стал звонить номер 900 якобы от Сбербанка. Но я читала, что они не это, с этого номера звонки не делают. Только СМСки. Ну, я не беру. А вот кто брал, читал. Ну, это мошенники, которые прикидываются якобы там сотрудниками Сбербанка. И, короче, задолбали. Это вот у кого есть джет-контакт, ну, программка на телефоне. Вот многие жалуются, что после того, как они этот джет-контакт установили, вот эти звонки начинаются. Но у меня нету. Я его не устанавливала. И все равно нет-нет, периодами они начинают названивать. Это вообще какой-то кошмар. Раньше брала. Сейчас даже не беру. Объелась. Опять нос мой. Сходила, погуляла. Аллергия моя. В общем, так. Не знаю, сегодня буду монтировать или нет. Наверное, уже может быть даже сегодня не буду монтировать. Сейчас пойдем опять гулять. Завтра днем, наверное, смонтируем. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанки. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!